Доходим кратерство, время у нас много еще Простеем Присем дарить Угодное Богу Общение братское Доходим, братья и сестры, доходим Кто будет читать? Миша, наверное, будет читать Как строится? Нет, не может Ну, наверное, это не будет Ну, только если все разойдутся, наверное Давай, давайте Прокование Не только читай Не, не читай Не, не сняли Куда не вошли Какой-то он? Первый Первый, первый Что, все? Рассосались? Нет Мы с детской, доходим все, доходим Доходим все? Мы с детской Мы с детской комнатой, доходите Миницы Че, я тебя не потремоню Сейчас нибудь Мы с тобой разойдемся Ну, это-то подвинем Вот, мы теперь спокойно Шагом Не гуляй, не гуляй Мы с тобой разойдемся Царю небесный Утешителю души истинный И живезесный И все исполняй Сокровищем благих И жизни подателю Приди в северный И отчистенный От всяких Скверный И спроси Благослови Души Наши Отец Наши небесный Молим тебя Вменем Господа нашего Иисуса Христа Спасить тебя Прибудь с нами Благослови наше собрание Не дай нам уклоняться Ни влево, ни вправо Но строго следовать Покровавленным твоим стопам Тебе слава Слава и Матсу И Сына и Святому Духу Ныне, Всегда и во веки Веков Аминь Толкование на сегодняшнее числе Евангелие от Матфея 10 глава Здесь будет отдельный Истеки И потом еще из 19 главы Итак, всякого Матфея Глава 10 32 и 33 стихи Итак, всякого Кто исповедует Меня Пред людьми Того исповедует И Я пред Отцом Моим Небесным А кто отречется От Меня Пред людьми И отрекусь От того и Я Пред Отцом Моим Небесным Толкование Сим побождают Исповедничеству Не довольствуется Верой Итой Мой в душе Но хочет Чтобы она Исповедуемая Была и устами Всякий Исповедующий Христа Богом Найдет самого Христа Исповедующего Пред Отцом Своим Как верного Раба Напротив Те, которые Отрекаются И услышат Не знаю нас 37 и 38 стихи Кто любит Отца или Мать Более нежели Меня Не достоин Меня И кто любит Сына или Дочь Более нежели Меня Не достоин Меня И кто не берет Креста своего И следует за мной Тот не достоин Меня Видишь Тогда должно Возненавидеть Родителей и детей Когда они хотят Чтобы мы любили Больше нежели Креста Кто не откажется От настоящей жизни И не предает Себя на поносную Смерть Ибо так Древние думали Кресте Тот не достоин Меня Из 19 главы Глава 19 С 27 по 30 стих Тогда Петр Отвечая Сказал ему Вот мы оставили Все и последовали За тобою Что же будет нам Иисус же сказал им Истинно говорю вам Что вы Последовавшие За мною В паке бытия Когда сядет Сын человеческий На престоле Славы своей Сядете и вы На двенадцати Престолах Судить двенадцать Колен Израилевых И всякие Кто оставит Домы Или братьев Или сестер Или отца Или мать Или жену Или детей Или земли Ради имени Моего Получат На сто крат И наследует Жизнь вечную Многие же Будут первыми Последними И последние Первыми Толкования Хотя Петр Как человек Бедный По видему Не оставил Чего-либо Большого Но знает Что на самом деле И он оставил Многое Мы люди Обыкновенно И за немного И держимся Крепко А Петр Кроме того Оставил Все мирские Удовольствия И самую Любовь к родителям Отказался От сродников От знакомых И даже От своей воли А ничто Так неприятно Для человека Как своя воля Впрочем И все Означенные Страсти Восстают Не только На богатых Но и на бедных Уже ли В самом деле Сядут Как говорит Господь Нет Под образом Сидение Означает Только преимущество Чести Но Уже ли Сядет Иуда Который Был там Вместе С другими Когда Господь Сказал Сие слова Так же Нет Ибо это Сказано Тех Которые Решительно Последовали Христу То есть До конца А Иуда Не до конца Меняются И становятся Незастойными И отнимают У них Эти блага Подобным Образом Поступает Он И с непокорными Часто Грозит Им Но не Посылает Беды Как скоро Переменится Вот Паки Бытием Разумеет Бессмертие Да Бы Кто Не подумал Что Выше Сказано Относится К одним Ученикам Господь Распространяет Свои Обетования На всех Творящих Подобное Тому Что Творили Ученики Они Вместо Сродника Павлоти Будут иметь Свойства И братство С Богом Вместо Полей Рай Вместо Каменных Домов Гор Нерусалим Вместо Отца Старцев Церковных Вместо Матери Церковных Старец Вместо Жены Всех Верных Жен Не в брачном Отношении Нет Но в отношении Духовной Духовной Любви И попечения Них Впрочем Господь Не просто Не без причины Велить Отделяться Велевает Возненавидеть Душу И тело Не следует Же Должно Убивать Самих Себя Но Что Не Должно Сщадить Себя Для соблюдения Веры Христовой И когда Потребует Того Обстоятельства Когда же Марк При всем Говорит Что с избытком Получит Еще и В нынешнем Веке То это Надо Наразуметь О дарования Духовные Которые Несравненно Выше Земных И служат Залогом Будущих Для них Получить Божественную Благодать Здесь Намекают На иудеев И язычников Иудеи Бывшие Некогда Первыми Сделались Последними А мы Язычники Прежде Последние Стали Теперь Первыми Аминь Аминь Спасибо Христос Спасибо Что Зашли Сюда Трапезную Смотрю Даже Необычно Много Вас Сегодня Много Нас Слава Богу Ну Всем Известно Что Наставник Наш Игнар Тихонович Выехал Отбыл Потеряевку Потеряевку Вот Молите Чтоб там Все Было Благополучно Ну О погоде Да Самые Распространенные Возговоры О погоде Ой Жарко Ой Не могло Сначала Было Холодно Просили Тепла Друг Друг Ролики Пусть Просили Один Из роликов Вчера Показали Мне Белка Прямо В городе Руки Руки Переднюю Ладу Протягив Из бутылочки Попить А потом Упил Вообще Отбивай Все Ну А сегодня Вчера Холодно Да Дождь Холодно Хорошо 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 А некоторые Опять Что Холодно Надо Благодарить Бога Потому Что Вот Никто Не Испытывал На себе Контраст Наш Это Такое Это Такое Блаженство Когда После Горячего Сразу Холодная Вода Так и Здесь Господь Закаривает Нас Иммунная Система Наша Она Бодрствует Она На Приджении Тренируется Да Это Тренировка Нашей Иммунной Системы Так что Благодарите Бога За Все И Не Зря Я Говорю Об Этим Потому Что Это Я И Так И Есть Значит Прохладная Вода Нормальная Конечно Контраст Горячие До скольки 10 градусов Хорошая Терпишь Пока Терпишь 50 градусов Не знаю Сколько Нет Я имею Ввиду Плюс 10 Это Нормально Да Нормально Я тоже Так Но если Недолго Игорь Если Недолго Не Перехладить Главное Перехладить Нет Это Много 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 Температура Тела 36 Вот Температура Воды 20 25 Такая И то Тоже Долго Нельзя А Если Ты 30 10 Нет 20 25 Это уже Горячая Вода Понятно Ты давным Давно Была В воде У нас Сибири Нету Такой Воды 25 А болящие Путешествующие Болящие Любовь Кровно Как Как Любовь Кровно Как Ольга Тоже Изменений Нету Антонина Что Черная Я С ней Рисовариваю Она Вернется Ничего У нее В июле День рождения 82 Года Ей будет Она Ходит Она Пытается С каталочкой Говорит Вот Упала Трудно Ей Тяжело Еще Ну И Сестра Ни Анила У нас Вы Знаете Да Случали Если Не Случают Объявляю Мама Наташи Загуляева Дня Нила Сестра Наша Она Упала И Сломала Сойко Бедра Вы Проферировали Ее Да Понедельную Расскажи В среднем Я Завтра Работаю И Зайду К ней Все Узнают Наташа У меня Спрашивают Про анализы Я Не могу Посмотреть Историю А Когда Прошу Ну Сейчас Все Все Законы Разглашения Нельзя Ничего Вот На Каком Она На Первом Этаже Первая Травматология Она Лежит Да Ее Госпитализировали У нее Типичный Перелом Шейки Бедра Без Смещения Блодрости То есть Это Пациент На Эндопротезирование Сустава То есть Если Здесь Был Перелом Бедра Не Поставили Металлоконструкцию Антонины Севастьяновны То Здесь Будут Менять Сустав Потому Что Шейка Отдельно Не Не Сустав Будут Менять Конкретно Там Очень много Параметров По которым Подбирается Сустав Там С учетом Возраста Материалы И размер Да И там Объем Операции Тоже Разность Существует И вот Конкретно В ее случае Такого Сустава В наличии Не было Он Под заказ И вот Он Будет Так Дай Оба Уже Прооперировали По квотам И ПВМП И Там Сахар И еще Что-то Болячек Болячек Достаточно Но пока Ее готовят К операции Допустимые Вот те Отклонения Они имеют Определенные Рамки Допустимости То есть Значит Такой уровень Допускается Далтира Разве Готовят Скажи Почему в этом году Нельзя посещать Больницу Ведь нет Ковида Посещение Больных Закрыли В 2020 Ковид Есть Его Не сняли Носпотребнадзор До сих пор Его не снял Разрешили Только снять Маски В общественных Местах А ковид Как был Так и есть У нас Он держится У нас масочный режим Как был Так и есть У нас Закрыли Обсервацию Закрыли Ковидный Госпиталь Но ковидные Пациенты Есть Их отдельно Их выявляют Точно так же При поступлении Всех проверяют Их выявляют Их в отдельные Палаты Поселяют Просто нет Госпиталя Без обследования На ковид Не госпитализируют Да То есть Его пока Еще не сняли Поэтому посещения Запрещены Но вот Наташа К ночамеду Ходили Договаривались И выписали Индивидуальный пропуск Она проходит Молит Еще Прошу молиться О нашей сестре Надежде Пальгоевой Надежде Ивановне Надежде Ивановне Пальгоевой Да Да Серьезная У нее болезнь Поэтому Прошу молиться Во вторник Будет решаться Вопрос О оперативном лечении Вот так Не расспрашивайте Просто Кто-то спрашивается Еще О ком мы не вспомнили О болящих Заживайте Все благополучно Спаси Христос Рыба не привезла Рыба там Я подошла Малосоленую Кусочек Семки Или форель Была Семка Вот такой Кусочек Вот такой Ну как у нас Мариера Вот такими этими Вот на плате 800 рублей Я такая Думаю Да я в Мариера Барнауле В ее поеду Лучше Чем там То есть Еще и везти ее В сумки По жаре Такое Все Нет Залибы На Камчатку Да Это Благодарь Да Допустят У нас Сахалин В море Он сам знает Дорога Длинная Долгая То есть Это Пять часов Мы ехали Только в Новосибирск Ну пуск Совершился Или нет Пуск Был в ручном Режиме Сейчас ждет он автоматчика Сейчас ножной будет Когда приедет автоматчик Сделает Потом глазной Подключит автоматчик Вот эту систему И тогда Они вместе уже вернутся То есть Все уехали Он там один Это специально Костюм урыжат они А дурел От ничего не делают Надо помолиться Вообще Помоги ему Господи Помоги И когда Пускай 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 Сделаются Самое сложное Город интересный Вообще Необычный Да То есть Вот так вот вышел И вот улица Пошла Ползунова Там Ленинский Ну и немножко подъем У нас одна горка На Красноармейском Вот это Вот вверх Вот там Вот это Вот все Непрерывно То есть Вот тут чуть-чуть И уже вниз Вверх Вот стоишь улица И дома Вот тут двухэтажный дом Там шестиэтажный И вот так вот Вообще Начинается дом Два этажа Идешь Заканчиваться шестиэтажей В этом доме То есть Потому что Под уклон И там уже Достраиваются Достраиваются Я прям пересчитала Два Шесть То есть И я говорю Как они эти фундаменты строили Но нет ни одного ровного места Все Вот в таких сопках Интересный весь разрезанный город Если по карте посмотреть Вот этой бухты Золотой рог И через нее Вот этот знаменитый мост Делали Золотой мост И чтобы Ну Две части соединить Да Города Вообще Вот ландшафт интересный Вот мы там на корабле ездили Там вот рыбный порт Автомобильный порт Угольный Этот Потом эти вот знаете Контейнера Они издалека Как красивые доминошки Разноцветные Контейнерный порт Это не все Разных цветов Такие интересные Вот наставлены Как кубики Эти товары Разные там Перегружают Какие-то там Железные дороги Краны Ну вообще Такое все Монументальное Три километра Только порт идет Вот эта разгрузка Погрузка Куча этих машин Японских На каждом шагу Японские Магазинчики Товаров Потому что Привозят настоящую Японскую продукцию То есть там Можно что-то Японское купить Я купила Знаете что Еще не пробовала Конечно не знаю Сгущенное молоко Сок кокосовое В тюбике Я еще Космическое Что же Я не попробовала Но я посту Великие посты В кокосе Нету молока В кокосе Вы же уже взрослые люди И будете более доктора Это сок кокосовое Миндальное молоко Тем более доктора Да Там мякоть Кокоса Сделано Да ее можно У тебя есть Кокосовое Я имею в виду Что это значит Ну то есть там Ваши Интересно Мы тут все Мы ездили на остров Русский Тоже слышали Ночью Называется Тоже интересно И вот мостом Ездили по мосту Ездили такси Брали туда Гуляли Все хорошо Все интересно Константин А что ты так мало Там побыла Я не помню Побыла Мы тоже удивились У тебя же отпуск Ты на три дня Всего увидела Мужа Ну я все Так вот скоро Приедет Это чтобы вот И муж Что на мужа Не увидела Такие деньги Служба Времени Три дня Нет Во-первых Здесь куча дел Была С этими С огородами С этими Дорогами Я не могу Надолго Никуда Из дома Выезжать Мне все Начинает Надоедать Я не хочу Никуда Уже Идти Ходить Семнадцать Тысяч Шагов Это все Знаете Хорошо Коленки Болят Слава Богу Еще рано Еще рано Еще молодая Но в погоду Коленками Приказывает Болток Значит Братья Ну Брат сказал О Роге Надежде Помолиться Значит Я хочу Вот о чем Сказать Очень часто Ну Вот возрастные Молодежь Это может Не понять Что они там Они еще Они дальше Коровье молоко Не пили Только кокосовое Пьют Коровье Никак Не подходит Вот значит Вот что В болезни Люди часто Или там По старости Как-то Или что-то Ой да как Я устала Да хоть бы Господь Забрал меня Хоть бы Мне умереть Быстрее Вот этого Ну Есть люди Которые Так говорят И думают Что Думал Это одно А если Человек Начинает Говорить То лукавый Обязательно Через это К человеку Поступит И будет Его смущать То есть Нагнетать Вот эту Обстановку Угнетения Ну Психологическое Мы говорим Психологическое А я бы сказал Духовное Полностью Полностью Нагрузка Будет Поэтому Вот такие Слова Это очень Осторожно Это уныние Уже Да Уныние Наступает Не надо Говорить А почему А потому Что люди Идут К врачу Потому что Забыли О царстве Божьем Вот и все А врач По сути Своей Это очень Замечательная Профессия Как у нашего Луки Я его теперь Луквой называю Вот Да Значит Они просто Оттягивают Время нашего Исхода Из этой жизни Оттягивают Врачи И все Нам дают шанс Ну Исправить Какие-то Жизненные ошибки И прочее А вот такое Угнетающее состояние Если на человека Начинает То есть Оно Ускоряет Ну Как Смерть Не приближает И не облегчает А просто Ухудшает Атмосферу Вокруг Этого человека Вот и все Он ходит В уныние Весь Печаль Злой И прочее Радуйтесь И еще раз говорю Что радуйтесь Пляшите Пойте Раньше так и было Пляшите Пойте А почему там Такого Ничего нету Если ты Господа славишь Там Корову мычит Она может тоже Бога славить Хотя Она не знает Что ее зарежут В конце концов Но она славит Бога своим мычанием Поэтому Просто Надо быть осторожным С этими словами Я вот как Столкнулся с этим И очень тяжело Самому Вот это Переживать Что Вот На человека Наступает Вот это Вот как Уныние Такое И все И все Вот мне Это все И никак И ничего Ну Силу разных обстоятельств Но надо терпеть Бороться Особенно помогать Держаться Друг за друга И Держимся Друга И на Господа И на Господа Аминь Пратим Христос Да Но Господь говорит Что Не пренебрегай И врач И врач И иногда В руках Врача Бывает И спина Я прочитала Одно место Такое Что если ты Отказываешься Врач еще Может тебе Помочь Но ты Отказываешься Это от гордыни И примет ли тебя Господь Потом Это я у святых Почитала Да Что ты Не идешь Значит Ты по гордости Своей считаешь Достойным А Господь Тебе Время Дает Для покаяния Да Тут назвал Меня Лукой Но это Вообще Не сравнивает Это Я не знаю Согласны Вы Или нет Это Вообще Что Вот Сегодня День памяти Луки Воина И Синец Лена Вот Написала Песню Ко дню Медика Несколько Лет Назад В прошлом В прошлом году И так Получилось Что Этого Собрания Нет Ну То есть Вот Все До этого Собрания Есть После Она Написала Чтоб Я спела И Мы Пересмотрели Как-то пропало Не выставили Может быть Где-то Еще под Замочком Находится И Она Забыла Слова А был Единственный Вариант У меня Слов Я его Где-то Посеяла Наверное Где-то Пыталась Сохранить И не Сохранила Лена Говорит А я В одном Экземпляре Написала И тут У Лены Случилось Перепадское Озарение Вот И Как бы Все Вот здесь Вместе Про Врачей Посвящается Врачам Текст Политыкина Елена Пум Не надо Тебе Нет Нет На земле Нужней Куманнее Профессии Чем Людям Жизнь Чем Людям Жизнь Спасать Она Как Будто Песня Как Песнь Любви Чтоб Нас Небес Господь Дарует За Вас Врачи Всегда Христа Благодарю Я Кому Пойдешь Еще Своей Бедой Телесной Поможет Врач Тебе Всегда Тебя Полечит Утешит Он Больных Беде Чем Только Сможет Лишь Только Сам Своей Беды Не Превозможет Поможет Матери Спасти Ее Младенца Ребенку Мать Вернет Не Оторвет От Сердца Помощник Он Творцу Латает Латает Нас Он Смело Всегда На Совесть Исполняя Своё Тело Дай Бог Врачам Всегда Добра Любви Терпенья Чтобы Они Могли Взыскать В тебе Спасенье Чтобы Лича Наши Тела Спасали Души Достигли С нами Навсегда Небесной Суши Всё Спасибо Христос Ну и В тему Я Как всегда Прошу Молиться Обо мне Чтобы Господь Избавил меня От ошибок В моей Работе Потому что Бывает Такая Очень Большая Нагрузка Вот Такая Вот Кипа Планшеток Планшетка Вот такая Вот И на этой Планшетке В два ряда По 20 Гистопрепаратов Их Нужно Все Просмотреть Проанализировать И Там Вот Смотришь Поставил Стекло На микроскоп А там Не написан Ярус Написан Был Я Написал Был Прочитал Был А тут Надо Всё Это Очень Долго Всё Это И Вы Диагноз Пишите Ну В принципе Это Патоморфологическое Заключение Правильное Диагноз Должен Составлять Конечно Врач Но Большая Часть Врачей Они Вот Интересуются А там Рак или не рак Рак или не рак Вот Звонят Без конца Ну Кроме Этого Ещё Там Ещё Куча Всего Поэтому Сложно Бывает И Потом Например Из Рематологического Отделения Принесут Кусочек Кожи И по этому Кусочку Кожи Нужно Поставить Диагноз А Для того Чтобы Размышлять Над этим Препаратом Нужны Все Клинические Данные Лабораторные Данные Инструментальное Обследование Анамнез Что там У пациента Выявили Как Протекает Это Заболевание Все это Нужно Сопоставить С тем Изменением Которых Я вижу В этом Препарате А потом Можно Делать Какое-то Заключение На основе Этого Заключения Рематолог Будет давать Очень тяжелое Тяжкое Лечение Которое Имеет Много Побочных Эффектов Но Оно Приводит К Излечению Или Как минимум К ремиссии То есть К обречению Значительному Так что Прошу вас Молиться Всегда Помните Обо мне Работа Ответственная Особенно Когда Например Лежит Женщина Летородного Возграста На операционном Столе 20 лет А у нее Однажды Опухоли Яичники И вот За 15 минут Я должен Дать ответ В зависимости От которого Либо его Берут все Под корень Либо только Кусочек Яичник Берут Так что Вот так Ситуация Очень сложная За эти 15 минут Выделишь Немало Адреналина Я хотел Ну желание Есть Я могу Там присесть К статье А потом Уйду И вы Останавливайтесь Не надо На проход Бежать Ага Понятно Почитайте Там правила Опоздали Ну там Встаньте И до тех пор Пока Не Прости Христос Брат И все По этому Же Поводу Все Стоят Уже От наблюдателей Некоторые Юбочки Стали Повыше Неудобно Говорить Приходится Так что Сами Про себя Помните И сейчас Еще Летом Такой вопрос Иногда Возникает Рукава Становится Покороче Тоже Потому что Жарко Помните Что жарко Будет По-настоящему В другом Месте И У нас Теперь Опять Открылось Лето Как раз Игнатиныч Как уезжает Начинается Лето И поэтому Надо Опять Заняться Нам Понятно Кому Да нет Молодежи Нельзя Братья Уже В возрасте Все Теряют А Сдадут Если Любовь Николаевна У нее есть коробка Куда все складывает И носит Подписывает На склад Того Кто постоянно Это делает Не надо Никого ждать Вы что Не Не Подождите Это был море погоды Там во Владивостоке Дождемся Он ничего не запрещал Наоборот Говорит Сделаем Я думаю Сделаем Брата Михаила Брат Игорь Залез Подпрыгнул Быстро Квой Деснял Один год Мы вообще С Мишей Снимали Все Эти тряпочки Все Смотрим На брата Игоря Он Делал Игнатий Тихонович Запретил Открывать Вентиляцию Вот Поэтому Сначала С его Разрешение Пожалуйста Все Делаем С разрешения Больше Никаких Самая Вольная Решение Принять Не может Сначала Константин Игнатий Так Еще Я предлагаю Я предлагаю Провести Сбор На покупку Не знаю Почему? Кондиционер Нет Не догадаетесь Не догадаетесь На покупку Большого Огромного Будильника Может быть Колокола Кому? Кому Дроба Там правильно Я им уже покупала Механически Вот так вот Трещит Потому что Телефон У них То разрядился То не услышали Покупала Енафи В руки Вручала Где Енафи Теперь не там Енафи Она Работает Нет Но это было Еще Когда она С вами жила Эффекта Не было Ну Можно Еще Больше Давайте Побольше Купим Купите Побольше Будильник А? Абудильник Ну ребята Ну вы что? Ну это Будильник В голову Тогда надо Вживлять Там поговорить И как его Причем Каждому Это здраво Понимаете Будильник Подпуск Будильник Будильник Это здраво Здраво Как ты работаешь Не опаздываешь На работу Сейчас Расскажу О Впереду Впереду Раз Такую Давай Давай Благодарю Всех Кто молился За меня Слава Богу Аллилуйя Слава Богу Призывной комиссии Все одобрили Никаких проблем Не было Отправили Никаких сложностей Никаких сложностей Отправили меня Тем кто не знает Малахва 53 Вторая Поликлиника Скорой помощи Больница Скорой помощи Да Я сейчас работаю В втором Хирургическом Отделении На санитару Получается Меня отправили Со мной был Еще один Мальчик Парень Младше меня Ему 18 лет Зовут его Егор А он тоже Верующий Да Интересно Что да Я у него Еще Подошел Потом Спросил Он меня Спросил По какой Именно Я Причине Брал Альтернативную Гражданскую Я ему Объяснил Что По религиозным Убеждениям Потом Он Подошел Он Спросил Он Сказал Что По религиозным Убеждениям Что в Библии Говорить Нельзя Я Не уточнил Не получилось Просто чисто Уже Уходили Тогда В субботу Ой В пятницу У меня был Первый день Рабочий В принципе Показывали Что как делать Полы мыли Все протирали Помогали Перетаскивали Возили людей В процедурные кабинеты Катали пациентов Катали И На Носилках И на Коляске Сосредоточение Смотри Сутками Работаешь Нет Пока что Мне сказали Что работаем С утра До вечера А потом Сказали Посмотрим Как будет Потому что у них Сейчас На вечерняя практика Идет Студенты Практикуются Поэтому они На ночной Остаются А там Сказали Дальше Будем смотреть Как получится Вот так Слава богу Работает А халат Вы дали Одежды Или свое Нет У тебя есть Да Нет Там нужно Именно Костюм Медицинский Продолжение На первом Рейсе На 20 маршрута Ехать Потому что Первый раз Я ехал Там получилось Так что Автобус Битком Забитый Автобус Ехал Как-то Медленно Прям Очень Даже Сегодня В то же В то же Время Как обычно В 6.30 Автобус Отъехал На 7 минут Опоздали То есть Как-то Плаващий Иногда Бывает Намного Раньше На автобус Приезжаем Иногда Поздали У меня С двумя Пересадками Сначала На 20 Потом На 35 Я вот Не знаю Там Должны Будут Будь Больницы Получается Что Они По своей Вине Опоздали Они На 1 Поздали Первый Рабочий Доехать Две Пересадки На 2 Остановки Ехать А У Раньше Находить У меня Нынче Последняя Неделя Практики Мы Работаем В 8 Городской Больницей Нас Туда Определили И Как-то Когда Всех Распределяли По Желанию Спрашивали Я Единственная Кто Пожелала Ити На Хирургическое Отделение И Так Казалось Что Там Одна Сижу Первые Два Дня Там Были Еще Студенты С другого Курса Первокурсники А Дальше Три Недели В одиночку На них Работаю Помогаю Там То Санитаркам То Постовой То Процедурной А ты Какой курс Закончил? Второй Закончил Да Ну В целом Там Обычно Где-то С утра Только Активная Прям Работа Когда Операции Проводят И нужно Пациентов Куда Оттуда Возить Готовить Да Готовить И Дальше По большей части Ничего Нет Работы Ну Первая Половеда Не бывает Довольно Активная Как Например Когда Там На Скорой Подвезли Бабулю Ей Было 94 Года Сразу Повезли На Операцию Полостную Анализы Собирали Прям Когда Ее Подвезли Собирали И Делали В тот же День И Просто Мне Там Хирург Который Дел Операцию Он Мне Почему-то Запомнил По Имени Как Со Мно Здоровается И Говорит Мол Фрося Сбегай Давай Дай К На Шестой Этаж Мы На Третьем Я Сбегай За Анализом Голомар Труд Я Голомар Фрося Не Те Анализы Я Не Печел Ты Говоришь Что Ты Ефросиния Да Ты Ефросиния Андреевна Уже Ты Уже Скоро Можно Вопрос К Тебе Ефросиния Андреевна А Какие Были Варианты Кроме Хирургии Там Еще У нас Сидят На Терапии На Гинекологии Скукота Еще Скукота Травматологии Вроде Как Сидит Где Шестой МП2 Да Нет Городская Больница А Трансмарш Трансмарш Ага Трансмарш Ну а у тебя Какая практика Расскажи Какой Еще Что Что Делаешь Что Делаешь Пишу Что Ты Пишешь Генуары Ага Если Реферации Нет Реферации У нас Всего лишь Один Был Ну ты Доучился Или что У тебя Еще Еще Учусь А в сервис Ходишь Нет Да Бывает Да Ухожу Ну что Ты научился Уже Молодец Как держать Доходи Сервис Автосервис Ремонтирует Автомобили Ну понятно Молодец Да В этом году Мне и Ксюше Колеса поменял Переставил Переставил Зиму на лето Да На дому Шинамонтаж Был выездной Мастер Спасибо Он у нас главный По механизмам Он у нас Мотоблок Культиватор Отремонтировал Да Он им пользуется Он вскапывает У нас Свободное время Он любит отдыхать Катуши Катуши Тебя посадили Да Катуши Тебя посадили Москвича И у него Там книжка Такой модели Москвича Он ее каждый вечер Перечитывает Смотрит И у себя на лицо Такое удивленное Казалось бы Прочитал ее Наверное 10 раз Наверное Всегда Казалось бы Это папин Москвич Руся сейчас Рассказывала Когда стояла Так сильно Настю упоминает Скажи Прямо даже Все жесты Как будто Настя Скоро будет Не дай бог Будет 6 лет Чего не дай Что не дай Ой какая Слухостая Ты прям явно С проводницей работаешь Конечно Я даже заслышу Пускай она станет Хирургом Хорошим хирургом Дай бог И будет нас Ремонтировать А вот это Не дай бог Я вам скажу Дорогие мои Я уже ей говорил И еще всем скажу Хирургиня Это не женское дело Это не иметь семьи Это либо хирургия Либо семья Так что А нету в вашей практике Хирургии Нету У нас победу Потому что ребенка Рожать Вообще не семья Игорова Она заведовала Очень долго Она заведовала отделением Пока не вышла на пенсию И потом она уже Ну одним словом Это нужно посвятить Себе полностью работе Да Ты готова Потому что невозможно Совмещать это Это бесконечная дежурство Это огромная ответственность Ответственность за коллектив Ответственность перед администрацией Перед каждым членом своего коллектива Это заведователь Обычный Ну и заведователь И обычный тоже Он же бесконечный Все Дежурство бесконечное Вот разбирательная Работа Анестезиологи у нас У всех работают Однако Такая не то Сестру Младше Ну иди А Федрося А ей про сне ингредиенты Извините А ты сама-то кем Хочешь хирургом быть? Ну попробовать поступить хочу Да Помогите В любом случае Поступают на лечебный И разделение идет там уже В самом конце И скорее всего Даже после института Когда идут Ты там можешь и передумать За 6 лет Другое дело Что я вам скажу сразу Если поступать То поступать надо Не в наш В Новосип А в Новосип Потому что здесь Наш мединститут Мединститет Он настолько обмельчал Там все только Спложная коммерция Вот сейчас Посмотрите Там Индусы Арабы Кого там только нет Прежде всего Это денежки 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 Все Там О знаниях Там Ну на втором месте Если не на третьем Ну да Вот рейтинг Надо вот поэтому И Надо выдержать Рейтинг Поступить И переезд Да Только спросить Такое возможно Ну это тоже сложно Понятно Если там вдруг Освободилось место И кто-то хочет Да Это кто-то Ну по-моему Невозможно Понятно Политически Начинается Петров Пост А 12 Будет Ну июля Будет Праздник Петра и Павла То есть Почему называется Не Петров Павловский пост Тут непонятно Ну пост Называется только Петров А праздник будет Петра и Павла 12 Петра Павловский А сегодня Сегодня какое 11 Да То есть получается Месяц 29 дней будет пост Поэтому не забывайте Кто Это Предупредите там Других Чтобы не забыли В этот пост Можно есть рыбу Среда и Пятница Там Что там По календарю Так Еще Кого Да Еще Батюшка Отложил до 16 Июля Крещение Если что То есть Тут уже 16 июля Будет Такого не было Никогда Но Как батюшка Решил То есть Будет Это Будет Просто Там будет Пост Или нет Непонятно 16 Нет Нет Конечно Не Ну там Может быть Среда Пятница Я не понимаю Что Воскресенье Воскресенье Что Ты Что Воскресенье Воскресенье А 16 Воскресенье Будет Что я не догадался Точно Воскресенье Ну ладно Все Повезло Всем Это Воскресенье Слушай Как у тебя Делаем Скажи Пожалуйста Как там В университете Скандинав Последний день Подумали Да Скажи Пожалуйста Молодежь Остался Последний Замет И потом Практика Какого числа По вторник Это В университете Да А в этом Богословском Ну Регинское Давно закончилось Последний раз Обманник Приезжала Так Ты уже полностью Закончила Регинскую школу Еще два года Еще два года То есть первый год Закончил Все благополучно Четыре сессии Она уже не боится Там дальше Кого мы еще не допросили Что Какие оценки Получаешь Это пятерки Ты уже нам Сказала А Регинская Да Ну Четыре пять Четыре пять Ну Так что Теперь у нас Дальше В нашей программе Песнопение Трапеза Замятие Достойно Есть Оков Истину Блажите Тя Благородицу Присноблаженную И Принепородшую И Матерь Бога Нашего Честничую Херубим И Славнейшую Без сравнения Серафим Безыстрения Бога Слово Родшую Сущую Благородицу Тя Величаем Господи Защите Родину Нашу От Нашествия Неплеменников От Внутренних Распорей От Беззакония Которое Встание Останови Делающих Зло Просвети Правители Страны Нашей Чтобы Принимали Мудрые Законы И Всех Начальствующих Так же Просвети Защити Людей Не Познавших Тебя Обрати К Истине Чтобы Божественная Любовь Тебя Коснулась Каждого Сердца Священники Которые Не служат Тебе Как Должно Пусть Успокаиваться В небрежении Своем И Проповедовать Смело И Инославным Об Иисусе Христе Господи Праведно Суды Твои Натарсии За то Что Оставили Тебя И Слово Тво Излеченное Святой Библии Прости Нас Господи Владыка Жизни Что Сокрыли Имя Твое Бога Иегова Дух Святой Да Наставит Нас Не Признавать Никаких Иных Богов Проклонение Пресвятая Троица Отец Сын И Святой Дух Аминь Еще Хочу попросить Молиться О путешествующих Вадиме И Никите Никита Возвращается Завтра Вадим И Дневник Возвращается Имя